Друзья, всем здравствуйте! Добро пожаловать в Escape from Tarkov. Сегодня 17-й день, прокачки с нуля, и сегодня я отправлюсь на локацию развязка. Я хочу подфармить немножко лояльности у торговца-барахольщика. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Антон, Владимир, спасибо большое за бонусы. Страховка подвалила. Забираю сразу страховку. Это с таможни страховка. Из берега. Верстак готов. Убежище раскручивается. Разведцентр 2-го уровня. Генератор 3-го уровня. И зону отдыха 3-го уровня сейчас закажу тут. А, ну фигня, сейчас купимся. Готово, 10 часов ждём. Ну и всё, пока зона отдыха варится, у меня есть 10 часов. Можно где-нибудь пошататься, а можно залипнуть во что-нибудь, например... Rage Shadow Legends. Более 500 чемпионов с уникальными навыками и артефактами для экипировки. Сюжетная кампания. Подземелье. Роковая башня в 120 уровней с секретными комнатами, множеством испытаний и 12 крутыми боссами, с которыми предстоит сразиться. И, конечно, ПВП-арена покажут на деле, кто из чемпионов на что гораст. Я катаю в рейд орком Галиком. Заряженный тип из редких чемпионов с аурой увеличения запаса здоровья. Из орды нежити. Дампир, которая, если наносит смертельный удар по врагу, может совершить дополнительный ход. Февраль принесет кучу крутых внутриигровых событий, плюс несколько спец-ивентов в честь Дня Святого Валентина. Не пропусти. Ник в игре такой же. Гроза Востока. Я уже 22 уровня. Чтобы поддержать наш канал, качай рейд только по моим ссылкам и не забудь пройти тьюториал в игре. Это краткое, но информативное обучение, которое займет не более 5 минут. Если тьюториал пройдут более 30 человек, то мы забабахаем розыгрыш на канале сразу же при достижении цели. Ссылка для скачивания в описании под видео. Буду обновлять прогресс 30 обучений там же. Кстати, каждый новый игрок получит ключ кланового босса, запас энергии, один день ускоренной прокачки, 5 загадочных осколков, 50 рубинов, 50 тысяч серебра, а также крутого чемпиона Шаманку в качестве бонуса. Эти бонусы вселят только 30 дней. Удачи в рейдах! Какой-то новый трек написал. Я его послушал так? Чё-то новое. Убежище вообще теперь преобразилось. Прям зона отдыха. Чистый кайф. В этот сборник можно поставить третьего уровня. Сколько он там стоит? А, фигня. Бам! 16 часов. Окей. Разведцентр можно поставить сразу третьего уровня, если есть бабленская. Но у меня, в принципе, тут не особо-то дорогие эти штуки. А, нет, подожди. Вот эти вот ещё более-менее. А ВПХ, наверное, капец дорогие. Тысяча почти до 385. Нормально, нормально. Но можно ВПХ нам сварить здесь же в разведцентре. Как раз два штуки сварится. 45 часов на это требуется. И не очень дорогие составляющие. Азот 1020. Ого, 40. Ну ладно, закупаемся. Ну вот, 45 часов. И будет третьего уровня разведцентр. Биткоин-ферму тоже можно было бы зарядить, но у меня денег нет. Тут, блин, самое дорогое, это самое большое по количеству. Ну, это вообще фигня. Электротрейль тоже копейки стоит. Силовой кабель. Самое дорогое, короче, это процессорные кулеры. Но сегодня я буду лазить на развязки, так что, может, что-нибудь насобираем. Время покажет, короче. Прикинул туда-сюда и решил, хотя бы рюкзак дикого возьму. В любом случае, я его в любой момент смогу скинуть, если же найду что-то ценное. Почему думаю, что без рюкзака будет проще? Потому что там есть один выход, который постоянно работает. Это дыра в заборе. И там сложно сидеть кем педрить. Поэтому, сколько я там не выходил, всегда без проблем. Возьму с собой РПК. РПК этот мне выдали по одному из квестов. Единственное, я сюда гексагон присобачил, прикупил. И поменял приклад. А, ну и на прицел поставил бленда. Чё-то фигня какая-то, короче. Ну, она даёт плюс 3 эргономики. Это хорошо. Плюс тактическая рукоятка с эргономикой. И отдача-то минус 2 всего. Вот такой РПК, в общем. Итак, чтобы прокачать барахольщика, мне необходимо идти на развязку. Вернём ультребовое величие. Нужно настрелять 25 диких. 24 осталось. И нужно выполнить квест распродажа. Это будет первоприоритетная задача. И боты сами по себе настреляются. Все эти магазины, авокадо, костин, тренд, дино, топ-бренд находятся на первом этаже торгового центра. И есть ещё квест витамина. Часть первая. Химические контейнеры. Первый и второй находятся на развязке также. За третьим только придётся на лазурной идти. А чтобы забрать контейнер, мне нужен будет ключ от МЧС. Ключ от медцентра службы МЧС. Блин, 200 тысяч он стоит, оказывается. У меня нет столько денег. Пойду торгану быстро. Вот так вот. Всё, ключик за 200 кусков ровно. Готов. Отлично. Только теперь мне придётся, наверное, планшет взять. О, у меня ещё и от Кибы два ключа есть. Может быть и в Кибу ещё зарулем. Если будет вариант. Посмотрим. И деньги сюда можно тоже стряхнуть. 3001 рубль беру на случай, если получится выйти на ТЭЦ. Там платный выход. Если машина будет, там было бы выезжать. 17 часов. Страхуемся. Вечерний рейд. Хороший рейд, чтобы попробовать выполнить квесты. А на страховку денег нет. Понял. Торгуем. А ну разгрузок хватит. Так, 17.23. Поехали. Страхуемся. Теперь мани есть. Оружие главное застраховать. И бронеразгруз с магазинами. Погнали. Всё. Теперь точно можно двигать на развязку. И так, главная задача на этот рейд, это открыть, посмотреть все эти пять магазинов. Открывать их не надо. Просто нужно зайти внутрь и выйти. И вся любовь. Все эти магазины находятся на первом этаже. Прямо примерно посередине всего этого торгового центра. Так что будем надеяться, что сильно кошмарить чувака там не будут. Ну, поскакали. Дэдс, лагерь. О, я прям возле выхода, дыра в заборе. Недалеко прям. Сюда же, если что, потом и вернёмся. Так, а здесь мне... Как подняться тогда? Где тут? Так, по-моему, я понял. Да, я понял, где я нахожусь. Ну, тогда пойдём на складской территории забудемся. Через Гошан тогда внедримся. Тут в подвале есть такая лазейка между парковкой подземной. И складской зоной. Тихо вроде. В общем, всё довольно просто. Буриться буду через Гошан. А чё такое? А. Оу. Меньше жрать в лесу надо было. Не протиснуться. Через торговый зал Гошана. Оттуда и выйду к бутикам. Ровно за кассами есть открытая дверь в туалет. И через этот туалет я как раз выхожу к магазину Костин. Это одна из пяти моих целей. Опа. И медслужба здесь по железу. Это в медслужбе бегают. Всё, обчистили уже медслужбу. Быстро вы, пацаны. Быстро работаете. Ещё один. Друган он, наверное. Может, Друган, а может и нет. Ну ладно. Идите своими делами занимайтесь. Другановскими. И вон манти с вывеской, видите, голубая. Вот мне туда ещё надо будет тоже зайти. Не очень удобно, что они тут лазают. Первая из пяти целей. Бам. Готово. Подзадача для распродажи готова. Костин, магазин. Всё чётко. Ага. Шныряют туда-сюда теперь. Ну, блин, к сожалению, тут лучше. Утонуть уже нечего. Но квестовый предмет я забрать в любом случае смогу. Потому что он отображается только у тех, вот он, у кого есть этот квест. Химический контейнер. Уже пацаны почистили тут сходу. Здесь медицина. В основном. Шприцы, мрецы. Прочие прелести-гадости. Следующий магазин. Это Тренд. С фиолетовой вывеской. О, танк красавый. О, танк красавый. Жутковато. Ходишь, как этот. Бам. Следующий магазин. Дина Клодос. Близко здесь. Тут просто по кругу получается. Надо будет пройти первый этаж. Вся любовь. Вот он, этот магазин. Дина Клодос. Опача. И можно пойти прямо там. Есть топ-бренд магазин. В эту сторону аккурат. Типчик проскочил. Медом мне закинуться не вариант. Понятно. Тогда точно не пойду в эту сторону. Пойду в Мантис. Тогда Мантис. Он как раз рядом совсем с базой МЧС. Нет, службы точнее. Бегать лучше не стоит, чтобы всяких крыс не тревожить. И беспокоились, чтобы они по пустякам спокойно делаем свое дело. Мантис. Мантис. А, уже киву вскрыли. Нифига, они шустрые. Они забегают, просто вычищают всю локацию и пошли по своим делам, да? Шустрые. Так, где-то тут должен быть второй химический контейнер. Там, по-моему, ближе к стене. Тоже в такой посудине. Не знаю, как она. Правильно называется. Забыл. Вот она. Есть контакт. Все, теперь осталось магазин и только вскрыть. шелхот ключ. Ничего не стоит, ну. Подадим, короче. Вот и таблетку нашел. Вот и таблетку нашел. Все, балдеете там в своей кибе. Да ее быстро разграбили. Там мало кто будет ходить, копаться, ковыряться. Там обычно сразу же залетел. Быстро что-то есть пропылесосил. Там вкусняхи, конечно, классные спауницы. Что там? Сколько у меня магазинов-то осталось? Какие эти бутики? Так, квестов черт знает сколько. Это образцы. Так, где у нас? Барахольщик же давал. Авокадо и топ-бренд остались. Все, понятно. Тогда сначала в авокадо. Авокадо в конце этого коридора. Прям в упору упрытись в него. Там через разлом. Опа. Дикий. Мне можно дикого подстрелить. Кстати говоря, там еще что-то кто-то на кассе. Что, Мюрмани? Ладно, пацаны, не буду я тут выпендриваться. А то сейчас начнется у меня. Пошел, одного убил, залутал, второй пришел. Тебя убил или ты убил, залутал, нашумели. И все такое. А пока тишина. Более-менее. Пойду в магазы попялюсь. Надо обязательно сделать этот квест, потому что мне надо открывать следующий квест. И вот она, авокадо, прямо передо мной. Тут в этом авокадо еще один квест делается с закладкой шлемов. Вот этой кучи. Мы еще доберемся до него. Открытый магазин. Где-нибудь спрячешься, если кто выскочит. И тут решало, кстати, может лазить где-то. Решало, говорю, кило. Но он бы уже, наверное, встал. Надо бы тут пацаны, наверное, возле кида шатались. О, гвозди. Нормательно. Тихо вроде. В Расмусане можно тоже найти видеокарту. Мне целых две штуки надо. По квесту еще видеокарты. Но тут, по-моему, уже... А, нет, смотри. Куча всяких лампочек в горе лежит. Что там по мелочи? Может, просто не марались мелким лутом? Прошвырнулись, и все. Ладно. Ковбольская шляпа на манекенах спавнится. Если кому надо по квесту, смотрите манекенов. Ну и вот он, топ-бренд. Мы на месте. Крайний пятый магазин, и можно уволить. Так, а почему уведомления нет? А ну-ка. Выжить, выйти с локации. Все, понял. Ну что вы, погнали? На выход тогда. Цель рейда конкретно открыть эти магазины, не просто, чтобы сделать тупо один квест, а чтобы продвинуться дальше. От этого квеста много чего зависит. Не столько сама лояльность барахольщика, сколько возможность открыть еще несколько квестов. Чтобы не по одному ходить, а делать сразу. Штуки по два хотя бы. Часть квестов, кстати, мы можем уже спокойно закрыть. Главное, чтобы они были доступны. Там с всякими шапками, ковбойскими шляпами, джельки, еще что-то там. Ну, в общем, все вы увидите. Волыну нашел. Не, ну все, мне рюкзак тогда не нужен. Я спокойно могу выйти теперь в разгрузке. Ого, присадка, хорошая штука. Присадку желательно вынести бы с галочкой. Она мне нужна по квесту. Я не помню. У меня, по-моему, одна только присадка есть дома. Их надо штук пять где-то. Четыре или пять. Четыре, по-моему. Поморим, поморим. Короче, дура. В стене. Это наша лазейка. Ага, на выходе МЧС уже шпилят. Щелочь тоже можно взять. И все. Я сейчас тогда рюкзак где-нибудь в темном уголочке технично скину. Все, что мне нужно будет вынести из рейда, переложу. В бронеразгрузку. И пойду на выход. Я близко совсем с выходом. Блин, хороший вообще спаун получился, если честно. Наверное, даже самый лучший из всех возможных. Присадку заберу и вот эти мелочи выкину. Они стоят копейки там. Щелочь заберу. Не помню, щелочь у меня есть. Нет, дома тоже по квесту понадобится. Ну и вот этот выход с парковки, он ваккурат... Что это, сушняк? Ага. Ваккурат выходит. Упирается. В дыру в заборе. В дыру в заборе можно протиснуться только если у вас нет рюкзака. Так что... Пользуйтесь, отличный выход. Его не так давно добавили в игру. А то раньше прям житья не было от этих кемпедристов на выходах. Все, готово. Здесь кое-что может спауниться по мелочи. Ну, отлично. Присадку вынес. Квест выполнил. Сейчас еще откроем парку и куквестов. И будем дальше качать барахольщика. Блин, я совсем забыл про то, что могла случиться пробежка. Хорошо, что у меня хватило опыта. Если бы не хватило опыта и была бы пробежка, то галочка со всех предметов, найденных в рейде, слетела бы. Они не были бы найдены в рейде. И присядка потеряла бы свою ценность, как квестового предмета. Распродажу квест закрываем. Кровь войны. Пометить цистерны. Три. Ага. В курсе. И картотека. Часть первая. Ведомости. Понял. Значит, для пометки цистерн нам нужно будет три маяка. Забираем их у прапора. Покупаем, точнее, их у прапора. Забираю маячки. Мешок я в прошлый раз не зарегистрировал, хотел сказать. Не застраховал. Желательно это все-таки сделать. Потому что просто так брать и выбрасывать. Как бы не так уж дорого. Но у меня потом в комментариях уничтожат пацаны, которые... Говорят, что ты не страхуешь ничего? Зачем... Так, в общем, на этот рейд у меня планы следующие. Мне нужно будет пометить три наливника. Один из них находится на шоссе. Второй, третий находится близко. Один из них на ТЭЦ. Второй у дыры в заборе, через которую я вышел на прошлом рейде. И ведомости со всех трех магазинов надо будет. В общем, и вокруг карты, и внутри торгового центра придется пошариться. Поехали. Понял, КПП. МЧС. Хорошее время, чтобы выполнить подобного рода квесты. Время уже... Около девяти вечера. Тарковского я имею ввиду. Идем спокойно в ночной рейд. И будем потихоньку выполнять. А вообще, я бы сказал, что у меня опять хороший спавн. У меня снова повезло со спавном. Я сейчас тогда помечу тот, что на шоссе. На ливняк. Дождливый денек сегодня выдался. Второй рейд, дождь идет. Розовые сумки лутаются. Но почему-то в ней ничего нет. Тут за контейнерами стоит бензовоз. Он-то нам и нужен. Но тут спавнятся дикие, поэтому ушки на макушке. АИшка. Чик. Вот он, первый наливняк. Ставлю метку. Буду двигаться в сторону Олли. Начну ведомости собирать сначала с Олли. Потом внедрюсь в Гошан. Потом в Идею. И через задний двор Идея. Там два наливника оставшихся. Блин, хороший спавнер. Ты че? Тайник, попялимся? Эй, земляк, мы стрелять не хотим. Мы так наблюдаем. Горната. Ты где? Ты че так кошмаришь? Ё-моё, капец. Хорошо, что это было слепо. Вот было бы досадно. Отъехать от Гранаты Дикого на первых минутах рейда. Фу, блин. Умеешь нервишки пощекотать. А я аж тайник пробежал мимо. Так, че-то там у нас? СНБ, шина. В БШ вряд ли че интересное у него. Пара магазинов на ПМ. А, перезарядим? А, так не работает. Мы тогда тебя сюда. Так вот. Это прочь. Ну и все. Все, пошли, Волли. Беспалевно зайти через парадку не получится. Я сейчас гляну, че тут у нас на парковке. Если тишина, то... Здесь забурюсь. О, а здесь есть товарищ. Все, тогда с парковки зайду. Нельзя же просто так взять и пройти мимо. Убитого тут еще спящий есть. Да и там компуктеры можно будет посмотреть наверху. Волли пока будем в информационку заглянуть, по крайней мере. Хотя, блин, по компам сейчас начну лазить долго, это все будет. О, еще один. Ну все, точняк тут пойдем тогда. Сейчас уж пусоны тут двигаются. Автомат. Можно пульки вынуть. Вот так вот. Будут запасные, короче, патроны. По ботам ЭПС-ки пойдет шпилить. У этого тоже, смотри, автомат. Ух, блин, АК-74Н, я люблю этот автомат. А, мне еще по квесту понадобится АК-74Н. Точно заберу тогда. Постараюсь забрать. Пламик сюда. Магаз. Этот викинин. Этот в мешок. Почему в оружейный слот не кладу автомат? Потому что пока есть место в рюкзаке. Пусть он лежит в рюкзаке. Чем меньше моделька персонажа, чем меньше элементов всяких торчит во все стороны, тем меньше шансов на то, чтобы тебя обнаружили. Правильно ведь? Правильно. Найдем что-то ценное. Понадобится место в мешке. Я всегда его смогу убрать в слот оружия. Ничего страшного. Так, здрасте, Олли. Что тут у нас? Хорошо тут. Спокойно вроде. Лампочки. ВДшки. Давай мне эти. Кулеры. Процессорные. Спасибо. Давай кулеры. Кулеры. Давай. Вау. На такой же информационке, только которая ближе туда, к офисам. Вот на столе вот этой информационки, в общем, там и лежат ведомости, которые мне нужны по квесту. Поэтому туда, в сторону парадки, пока будем двигать это сжирать. А вообще не помешало бы еще внутри где-нибудь пошататься, типа, по каким-нибудь видеокартам. Хотя бы одну видеокарту-то надо. Найти, а то мне ее варить придется. О, здрасте. Промазал. Братюня. Да, успел. Успел шмальнул, гад. А жаль, не хотел я внимания привлекать сюда. 36 минут. Диким еще рано спавнится. Вот ЧВК за милую душу могут шакалить. Ну че, я на месте, вот на этой информационке. Тут тоже пару компуктеров. Чик. Пока лутаемся, буду потихоньку патрики докидывать. Во, кулер, вот это другой разговор. Давай кулер мне, давай. О, хорош. О, ништяк. Три кулера. Ха-ха-ха. Сейчас все эту биткоин-ферму мутят. А на эту биткоин-ферму надо 50 кулеров. И даже если ты их, не найденные они в рейде, даже если ты их под сумки подохнешь, вытащишь, это тоже считается. И топливо. У меня всего одна канистра. Наполовину полная. В генераторе. Но топливо. Нема. Хотя оно тут часто спавнится на полках. Ладно, берем документы и валим отсюда. Вот они, бумаги эти на столе лежат. Их видят только те, у кого активен этот квест. Картотека сейчас первая. То есть вы их заберете по любасу. Даже если их кто-то уже брал, вы тоже сможете забрать. Потикали туда, откуда приперлись. Вот с этого эскалатора я поднялся. По этому, точнее, эскалатору. Можно было бы по компуктерным комнатушкам прогуляться, но оставлю я лучше это дело. Не буду терять времени, пойду сразу в Гошан. Сейчас по пути, по-любому, что-нибудь донадыбаем. Мешок точно полный будет. Если повезет. Трассер видели, как отрикошетил? Убийственная красота. Ну что, квест мутится? Среди этих контейнеров огромное количество есть ящиков, всяких кейсов. Гранатных, патронных, оружейных. Тут патронные кейсы, вон. Сумки есть. Я потом как-нибудь за Дикого, если сюда залечу, надо будет обязательно попялиться, там показать вам. Что там где лежит. Много кто интересуется, кстати, свечи, аккумуляторы, где находятся. Вот на этих полках можно найти свечи и аккумуляторы. Смотрите внимательно. В одном рейде, во втором рейде, может не будет. На третий, четвертый, как пить дать тут будет. Лежать либо свеча, либо аккумулятор. Не, ну это надо делать скриншот, походу. На кострище. Как его? Блин, нет. Вот такой. О, пойдет. Фотосессия. Пожрать бы, конечно, не помешало. Ага. Спрятался. Жив одного тут? Рюкзачок дикого можно с него стянуть, забрать себе. Мой застрахован. Как-нибудь вот так сделаем. Это викинем. Вот так вот. И вот... Ой, не то... Ой, а что он забрал его? Ну ладно. Не со всеми, оказывается, рюкзаками работает это... И это ограничение. Который одинаковый рюкзак в рюкзак нельзя в рейде класть. Можно, оказывается. Так, ладно. Мне на кассы Гошана и снова... В этот... В офисное помещение. Тут на палатках можно... Киба ключик попялиться. Я даже находил однажды. Пусто. Ну и... На краю касс открываем дверь. И первая дверь, которая перед нами возникает, это и есть офис... Гошана. И на одном из этих столов в кабинете... Лежит ведомость. Вот она. Ведомости. Чип забрать. Все, остались ведомости идеи. Едва на ревняка подсветить нужно будет. Вот это слопать можно. При поиске быстрого перемещения он все в разгрузку складывает. В мешок не складывает. Не совсем это удобственно. Вот, ЦП. Пойдет. Ой, ССД. Нормально. Бабосики. Фигня. И тут еще комната. Как комната, типа? Кабинет, наверное. Отдельный. Тоже компьютер. О, центральный процессор. Нормально. Нормально. Двинули в идею. Я тут совсем недалеко от идеи, на самом деле. Чтобы попасть в идею, я выхожу в торговые помещения. Вот. Точно, точно, я на месте. Это как раз тот самый эскалатор. Который выводит с парковки в идею, да? Между идеей и... И бутиками. Оно самое. Времени у нас предостаточно. Еще лоботы еще не скоро подъедут. Минут через десять. В лучшем для них случае. В идее административку вообще проще простого найти. Она там одна, одно помещение. В основном же здесь огромные открытые такие пространства. Больше всего офисов почему-то в воле и в этом... Ну, в Гошане. Да в воле, наверное, больше всего. О, статуэтка. Леву бы найти, мне можно уже, в принципе, ставить ящик диких. И отправлять диких, допустим, за папку с разведданными, там, или за какие-то другие прелести, за которые они готовы пойти. Но надо львы, они дорогие. Тут-то ходит, точно. Дикий лазит. Да кого ты? Как ты успел стрельнуть-то? Нафига ты шумишь? Пожрать бы, конечно, не помешало. Львы нужны, часы нужны, черепки нужны, но черепки фигня, их купить можно. А вот часы и львы, они, блин, капец, они тысяч по четыреста, по пятьсот стоят. Можно будет, наверное, даже выбрать как-нибудь время или... Какой-нибудь один рейд, допустим, за дикого посвятить и сбегать конкретно, посмотреть места спаунов, статуэток этих. Львов хотя бы вынести, хоть один или два. А то их там четыре, по-моему, штуки надо. Плюс мне еще надо же по квесту будет львов сдавать. Ну, либо можно, конечно, не упарываться, а просто взять на... зарабатывать кучу денег и пойти спокойно это все купить на барахолке и... Собрать ящик диких. Я не знаю, за сколько, но он может окупиться. Довольно быстро. Это ничего. Еще стаган. А вот то, что здесь обе двери открыты, это не очень хорошо. Хотя, вон лук лежит. Опа. Видите, ушел. Так, административка идеи. Здесь на столах... О, еще кулер. На столах где-то спаунится. Этот самый. Документы эти спаунятся. Ведомость. Идеи. Забираем эти ведомости. И можно чесать. В сторону. ТЭЦ. Магнит стоит? Нет, сейчас что-нибудь. Заберем, проверим дома. Может, что-нибудь стоит? Статуэтка нафиг не нужна, я думаю. И сухпай. Хотя его можно сожрать же. Блин, там же двое. О, свеча. Вот вам, пожалуйста, в административке идеи тоже свечи на столе прям спаунятся. А вот он. Еле как убил. О, АКМчик можно стараканить. Есть у меня место для АКМчика? Я думаю, есть. Сейчас мы вот это добро... Переложим все в РПС. Что еще? Гвозди, СНБ, кулеры. Центральные процессоры. Вот так вот. О, и для АКМа место как раз остается. Это сюда, это сюда. Мы... Маячки в любом случае сейчас... Израсходуем. Я надеюсь. Ну вот, пока есть место, будем складывать. Может, пушки вынесем. А может и нет. Режек 10 тысяч стоит. Забираем. Тело лежит. Кто-то подстрелил. Кто там лежит, интересно, дикий. Хотя нет, ничего не лутано. Это, скорее всего, че выпает. Это топорист лежит, что ли? Ведомость это забыл? Пошел. Где-то тут на столе они, в общем. О, еще дикий. Вот они, ведомости. Блядь, тут нашего завалили! Да ладно, че ты. Не обижайся. Сейчас и тебе достанется. Да, в натуре топорист лежит. Прикинь, Юсек. Виталий, Урбинштейн. Его бот завалил. Заберем. Может, на че выменяем потом эти жетончики. Че, добираем дикого? Где-то тут, а вот он. О, отлично. Слушай, ну неплохо, неплохо. Сколько? Один, второй, три. И там подстрелили троих примерно. Потихоньку, потихоньку делается квест с убийством диких. Челоботы у нас скоро уже подвалят. Через пару-тройку минут. Поэтому пора сваливать, короче. Из рейда. Попробую выйти на ТЭЦ. Если там джип работает, то отлично. У меня как раз есть деньга. На этот случай я специально взял с собой Мешок уже полон. Ведомости все три я взял. Газанище. А фонарики маячат. Да, там еще дикие лазют. Это хорошо. Значит, там чувака не сидит. Не крысит. Какой-нибудь. Ага, еще один. Надо сближаться. Этого сейчас подстрелим. Как мне тебя? Нифига не видно. О, хороший. Я их подсветил, себя фонариком с ним же. Не, я не вижу ничего там уже. Надо сближаться, включать фонарик и нормально стрелять. Пока не пролетело откуда-нибудь с непонятной позиции от непонятного персонажа. Проверю, работает ли джип. Если джип работает, то я пойду на дороге, поставлю сначала маяк и вернусь сюда. Джип работает. Это не джип-джип. Блин, нет джипа. Твою мать. Тогда придется здесь сначала маяк ставить и потом выходить тогда не здесь, а на МЧС. Тихо, никому не говори. Окей, ничего страшного. Тут, скорее всего, уже... Нет, все четко. Никто ничего не лутал. Сейчас еще здесь хабаридзе подкопим. Давай еще кулеров. Мне надо больше кулеров. Понял? Тихо. Тихо. Чуть-чуть. Внутри. О, твою мать. А еще один? Да вы че такие-то? С-3 засели. Трое. Офигеть. Четвертый здесь, пятый там. Пятеро на ТЭЦ шатаются. Пятеро, твою мать. Нифига вы, ребята, заряженные. А, когда еще мы заберем? Блин, испугался, зараза. Сердце в пятки ушло. Пока 74Н забираю, Адар забираю. Быстро ставлю маяк. Быстро долута бы, а этот че тут не долутал. Пятнадцать минут. Все, он сейчас уже, видите, подвалит шелоботы. Пока ставится маяк, быстренько похлопаем по карманам, что там у них интересного есть. Вот сайги, можно лес снять. Хоп. Что тут еще, я бы не теряюсь, но полумаски уже не нужны. Тритон. Можно было бы тритон зацепить. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. все Желька, ну в ноль выбито Что по патронам интересно у тебя? Фигня, патрон О, денежка Мануал А мануал, кстати, слышал, что можно складывать в доки Это правда, офигеть Блин, он бы еще стоил, что-нибудь этот мануал, а то он Вообще ни о чем Там пару тысяч, может быть, стоит и две ячейки занимает Ежедневник заберем Пару курток еще Туда что-нибудь вкусное О Набор сейчас обесценился Ну а этот гол как сокол, нет ничего Так, возле генератора Тоже пусто Возле генератора, может, топливная присадка, говорят, здесь спавнится Если честно, я сам не находил, но Где-то в каком-то то ли видосе, то ли на стриме у кого-то видел Все, пошли Тут еще одно тельце лежит И пару ящиков с инструментами еще есть Короче, долутываю все это дело и Пойду на выход незаметно Ну неплохо так ботов Офигеть, пять человек целых здесь Подстрелил Только на ТЭЦ Жестко Продадим Рейбенч Как раз для квеста Барахольщика Нужно будет В лесу нужно будет арафатку закладывать Рейбенч, по-моему, очки С круглой правой очки Короче, все Тарков больше ничего не хочет давать, да? Сухбай Заждем Че нам говорят? Тайничело Ну давай, хоть ты порадуй Старика Черный берет О, молоко Ништяк У меня 13 всего Кек, лента тоже Годнота 13 всего гидрация Ну че, все, пацаны Я пошел тогда в сторону выхода Подмечу сейчас как раз по пути Третий наливняк И пойду на МЧС Выходить домой Ставлю метку на третий наливняк И все На МЧС Субтитры сделал DimaTorzok О, М67 гранаты, блин Недавно покупал их 1030-40 можно выручить за одну гранатку Вот тебе это иничок Напоследок Еще подкинул немножко Деньжар Несколько десятков тысяч Ну хороший рейд получился Хороший Весь рейд почти я пролазил Да не почти, а весь рейд до красного таймера И выполнил И выполнил два квеста Таких не совсем простых Это хорошо, что с первой попытки 15 диких настрелялся Дреа шалеть Не ожидал Приятный-приятный сюрприз 10 тысяч опыта И 15 диких За один заход Еще и два квеста Один из самых приятных моментов После такого долгого рейда Это конечно же выгружать добро И продавать его Передаем Картотека часть первая Ведомости всех трех магазинов И кровь войны С пометками цистерн Картотека часть вторая Открывается Документы с маршрутом груза Оли Но здесь нужен будет ключ От Офиса У меня его нет Модный приговор А вот Две Подожди У меня ковбойских шляп нет что ли Ё-моё Одна только дома Блин, я был уверен Отвечаю, что у меня две Ковбойские шляпы Я поэтому и прошел в рейде Мимо манекена с ковбойской Блин, будем искать что Ключ от офиса Служба логистики 413 тысяч стоит А у меня нет столько денег Зато у меня есть топливо Которое мне Выдал по квесту Может быть эти две канистры Что-нибудь будут стоить Первая Вторая По предмету 480 тысяч Ни хрена полмиллиона топлива стоит Капец цены Офигеть Дефицит топлива Бешеный просто Все, продаем Мне тогда хватит Как раз и на ключ от Оли Квест выполнить Да и еще денег останется В приварке Все, это тогда ныкаем Главное, чтобы быстро ее купили О, все купили, пацаны Че, серьезно? 475 Готово Нормально Ключ офиса службы логистики Покупаем Ключ планшеты вперед Мы на развязку двигаем днем Блин, я бы ночью, если честно, пошел Но я знаю, что одни ночные рейды Это тоже не то Пойдем в дневной рейд Приключения будем искать себе на пятую точку Итак, мы в этот рейд выходим конкретно за определенной целью Это документы из офиса логистики Оли Это раз И нужно будет прошвырнуться по будикам Посмотреть на манекенов Нужно найти вторую ковбойскую шляпу Я, блин, честное слово Я думал, что у меня две ковбойские шляпы уже готовы Но я ошибся Так, спаун у нас Снова недалеко Вот Да, около дыры в заборе Блин, отличный спаун Мне второй раз везет на этот спаун И второй раз А, только подожди Мне как везет-то Мне же вольно надо педалить Мне же Гошана-то теперь не надо Нет, Гошана Ничего Ну, в принципе, неплохой спаун Знаете почему? Потому что мы можем здесь Выйти на складскую территорию И со складской территории Выйти к Оли Ну, примерно то же самое Если бы я заспаунился где-нибудь на МЧС по прямой Побежал просто Тут придется немножко попетлять Ну, а в целом Мог бы быть спаун гораздо хуже Где-нибудь под развязкой Но зато выход был бы ближе Короче Нет, походу, плохих спаунов Пошли в Оли Возня вообще нормальная О, дикий Не понял Бляха-муха кинул Да, я могу кидать так гранатой Блин, фиг прицелишься Оружие тяжелое Мансовать и стрелять Точно не вариант Что-то еще пацаны Какие пацаны К чертовой матери Блин, этот год Прикинь, он мансует Я отвечаю Я подумал, что это чувака какой-то Плохо, очень плохо Что он нашумел С дробовика Он явно дал инфу Что с этой стороны Оли кто-то заходит Фигово Фигово Как налутаем Сейчас туда добра Целую кучу Как охренеет Потом скупчик Все это покупать Фигово Топливо Как всегда Шаром по коте Ну кто первый Проснулся Как говорит С того и тапки По любасу Я сюда Не за топливом Пришел Здесь еще Оружейный ящик Здоровый Вот он Точно Здоровый А в нем Мой АКМ Пойдет Тысяч Сколько оно Восемь девять Там стоит Вот Будут у меня Мясные патроны В прошлый раз Они неплохо Меня так выручили Эти патроны По мясу Будь здоров Залетает СПС Так там вообще Здесь кто-то есть Блин Не убил Сейчас мы Сейчас мы тебя Здесь Свалил Свалил Куда 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 у меня же квест еще Гренадер есть Куда Ее Еще кто-то подкатил Твою мать Пошел-ка я отсюда, ребятушки Можно я попозже потом подойду? Вы пока тут развлекайтесь А я пойду Сходил И тут 7,62 сидят по суд О, еще и взрывают гранатами Ну все, меня зажали получается 8,5,5,1 Что, попробуем с эмки? Запилим Выходи Выходи Ну это все из-за того, что дневной рейд Поэтому делать квесты и ходить в дневные рейды Вещи плохо совместимы друг с другом На девятках Поэтому он быстро меня щелкнул Но хода без добра нет, так что одного Исека я забрал Еще двоих надо будет Ну что, пошли дальше Беру СКС Брони, бронеразгрузок нет Ничего такого, да? Нет, нету, нифига Пошли к прапору У него продается пятого класса Бронежилет На барахолке он В два раза дороже Больше, чем в два раза Пятого класса броник Говорят, что он беспомтовый Посмотрим, посмотрим На слово верить не буду Пока на своей шкуре не испытают Дурак, как говорится Он же на своих ошибках учится Или как там? Или он вообще не учится, получается? Так, разбираем ОПС-КС В плане том, что мы теперь будем Играть с ней на ближней и средней дистанции Поэтому мне оптика не нужна Скошенный коллиматор тоже А на автомате остался лес Хороший такой Высокого контраста Прицел Он мне нравится На СКС самое оно будет Беру магазин запасной Что там еще надо? Ключи здесь Все, вроде собрал Что надо Поехали ЧВК развязка Четыре О, можно пять утра пойти Ладно, мы Пойдем лучше в вечернее время Все это добришко Страхуем Полностью Хотя Может быть с утра пойдем? Прошлый раз рано утром Когда я вышел Хороший рейд получился Давай еще раз попробуем Проверим эту теорию Итак, все остается в селе Все квесты, которые я хотел сделать В предыдущем рейде Все то же самое Документы Олли Найти Ковбойскую шляпу И настреливать диких Вот и вся любовь Так, АПМЧС Я на шоссе И на шоссе О, я возле Олли О, вот это интересно Конечно, спавн Смотри, какая красота Рассвет Блин, какие краски Это надо скриншотить Это же на превью пойдет Добро Потом определюсь Либо костер Либо Либо здесь что-нибудь Как-нибудь Как мне? О, вот так примерно О, нормально О Нормальные чуваки ходят Стреляются Там, он что-то квеста делал Тут для Одиса ходят Эти скриншотики Скриншотики Фонарик на месте Все, годнота Того же плана буду придерживаться Если забуриваемся в воле То сначала смотрю парковку Если на парковке тишина То захожу через эскалатор Из парадного входа И все О, вот что такое Лутает спящего серед Стоит еще Подарок таркова прям Новичок небось какой Он, блядь, вообще дикий Прикинь Дикий И лутал О, все, вылутал Что нашел там, показывай О, рюкзачок можно мой и скинуть Он у меня застрахован И рюкзак дикого с него Стараканем Хавчик он только нашел, получается Жгут и хавчик Или у тебя с собой это было? Ну, это уже не важно У меня как раз гидрация Я не попил в схроне Бам, сразу же Тогда наказываем сок Вепр хантер Пошли через парадку А то я там через опять Весь торговый зал Буду обходить Это не прикольно Еще сачок Уж если огребать То сразу Раздавать В прошлом рейде Уже в начале Возня Стрельба Что-то там Зажимы целые Очередни Долгими Без глушителей Джебошили Но тут спокойно Зашел С утречка Бодрячком Вот она Дверь Офис логистики Оли Ключ этот Одноразовый Можно сказать Потому что здесь Кроме одного компьютера Я ничего не находил Вот они Маршруты И все Один компьютер Только Ну может Что-нибудь По мелочи Там Хавчика Или еще Какая-нибудь Херь А так Ловить тут Вообще Нечего Так что И ключ Этот Нахрен Не нужен По большому счету Ради одного Компьютера Целый ключ Таскать с собой Нафиг его знает Такое себе А вот это Хорошо Плата Давай Дивиди Ой Дивиди Говорю Увидел Дивиди Сказал Дивиди Кулер Хочу Кулеры Мне нужны Дикий На кассах Хороший Знак Значит Он близко Никого Не подпустит Из ЧВК По крайней мере Компостер Пустой На полках Тишина Как жить Топливо Попялимся Топливо Машмопливо Че опять Нет Нифига Че так Будто Порезали Шанс Спауна Зато Фильтр Есть Понял Сумочку Ящик Поглядим Что там Для нас Есть Интересного Фильтр Сейчас Хороших Денег Кстати Стал Стоить Больше Ста Тысяч Он Обычно В начале Вайпа Только В начале Вайпа Сразу Ну в первое Время После Вайпа Он Не особо Стоит Не особо Ценится А потом Со временем Подрастает Его цена Вот сейчас Например Сколько Уже Месяца Полтора После Вайпа Прошло Вот спустя Почти Полтора Месяца После Вайпа Его цена Уже Адекватная И он В цене Где-то В районе Ста Тысяч Вот так Вот она Держится Че-то Где Гага Изи А вон О Все Был Пацана Нет Пацана Лениться Не будем Посмотрим И тут Компуктеры Хорошо Блин У меня утренние Рейды Что-то Вообще Заходят Даже Больше Чем Вечерние Я вам Честно Скажу По активности На локации Примерно То же Самое Получается Это Раз Ну а плюсом Тот факт Что Будет Все Светлее Светлее На локации В отличие От вечернего Рейда В котором Наоборот Будет Все темнее Темнее Так что Блин Надо будет Попробовать Еще и На других Локациях Такие Ранние Рейды Заходить Где-то Пол пятого В пять Утро Хотя Уже Время Позднее Сколько У меня Сейчас У меня Уже Полночь По Москве Оба Здорово Попал Бам Ты Падло Какой Работает Сигнализация Это значит Что На ТЭЦ Пацаны Заспаунились Дернули Рубилу И сюда Подскочили В аккурат В кибу Или в аптеке Сидят Наверху Небось А может Нет Я иногда Сам по приколу Дергаю Этот рычаг Хотя У меня И нет Ни ключей Ни от аптеки Ни от кибы А от кибы Есть ключи Но я туда не хожу Ну По крайней мере Пока я не ходил В рейды В которых Я выкуплю В кибу Пойду В кибу В одного Вот он Опасян В кибе Так Шапку Вижу На манекене Смотрим Внимательно Потому что Если я на первом этаже И не найду Сейчас Шляпу Ковбойскую То я пойду На второй этаж Там тоже есть Некоторые Бутики С тряпками С манекенами Будем там Искать А это Целый квест Получим Лояльность И плюс Откроем Еще Интересные Какие-нибудь Квесты Так Расмусон Показывает Что тут у нас Вроде не лутал Никто Брахлишко Лежит на столе Что тут Еще вкусного Есть На полках Кулер Лежит Но точно Не лутали Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо лазит есть контакт военный кабель тоже 1040 35 наверно то что надо счет это стесняшка или нет тебе здесь нет никого видеокарта имеется блин видео кубу вынести по-хорошему с рейдой да и с галочкой бы еще было бы вообще круто я бы целый квест механику сдал но у нас в приоритете шляпу грёбанную найти убойскую для может быть ее в санузле каком-нибудь можно будет соштопать там же можно рюкзаки и всякие еще что-то там штопы это базарит там дикие какие-то лазают может быть и кило кстати ходит пошелка я отсюда по добру по здорову пока кишки по веткам не разбросала до выпускают парня меня отлично отлично так это наверху похоже возня он нет внизу тоже дикие ходят там наверху видимо возле аптеки что-то движение какое-то ну и ладно вы там занимайтесь своими делами а я пошел посмотрю нет я на второй этаж в таком случае не пойду не хочется рисковать галочкой и видеокарты я конечно найду и применение полюбасу мне у меня же ферма будет потом вариться и туда видеокарты вставлять вообще без разницы есть там галкой или нет но не хочется просто так профукать видяху с галкой и тряпки кстати я больше не вижу нигде в прошлом вайпе я ходил эти тряпки находил вот в бутиках они аккуратно сложены были в раздевалках где-нибудь там вот на стульчиках там сейчас сколько хожу вообще ни одной тряпки не встречал я имею ввиду вот эти ткани аромит флейс кардура и прочие прелести сейчас вообще такого не виду ооо шляпа пацаны все ля тарков ну как же ты меня балуешь в этом рейде офигеть так все джигиты я тогда сделаю вот так вот перекладываю все свое добро которое буду выносить из рейда в тритон все мешок выкину сожрём мы сейчас по пути и выйду в безопасном выходе все нельзя больше рисковать нельзя больше испытывать удачу мне и так крайне круто повезло найти видеокарту и шляпу ковбойскую ее просто словами не передать когда приходишь за какой-то за каким-то конкретно предметом в рейд и конкретно находишь этот предмет это бесценно хавать в сортире за подло по морем на палатках ключик кибы сумочку попялимся кордура забрать все мешок скидываю и вернусь через подземную парковку самое страшное это вот здесь сейчас проскочить пол ящик открыт да что страшно опасно сумка интересна тоже открыта сумка тоже открыта негодяй гад ты куда заныкался ящик открыт оружейный вот-вот буквально кто-то лутался видать хотя это могут быть знаете кто это те типы которые тут ящик открыт которые на отец заспавнились на дёрнули рубилу и пока шли здесь все утонули а может и нет чё умного включать да не профессор небось пошли домой хватит уже герой стоять это ж надо же целую видеокарту блин она сейчас вообще стоит дошенных денег под миллион наверно точно направо да да направо вот тебе и спаван вот тебе и время утреннее не то что днем днем бы там уже все вычистили просто пропанище стоит но мы его забирать не будем все блин рейд просто сказка выйти в рейд конкретно за шляпой и забрать шляпу да еще и видеокарту потути зацепить очень хороший рейд еще пару диких подстрелил квесты мутятся опыт крутится потихоньку помаленьку сейчас до 32 дойдем выгружаю добрище которые надыбал это все мы сейчас быстренько продадим сейчас посмотрим что там нам еще приготовил интересности каких барахольщик сдаю модный приговор вторую шляпу выдает у меня к жельку целую награду картотека часть 2 документы передаем текущие отношения 3 уровень лояльности у меня теперь с барахольщиком забираем квест благодарность арафатка это в лесу делается маршрутка первые так это микроавтобус это делается на развязке окей и шить не тужить ну вот а вот эти предметы у меня точно уже есть прорезями это шмазка пилигрим прежде чем передавать обязательно проверьте чтобы в пилигриме у вас не было ничего чтобы он был пустой были случаи когда пацаны сдавали пилигрим с оружейными кейсами внутри прочими плюшками будьте внимательны любые квестовые предметы из тряпок вытряхивайте все из них прежде чем передать все пилигрим пустой он у меня с галкой давно он уже лежит маринуется для именно этого квеста шить не тужить часть 1 шить не тужи часть 2 я кжель 050 прочности и кжель 50 100 прочности джель 1 есть он мне ее в награду выдал и она у меня с галкой сломанные есть интересно вот а из 90 тысяч и мы можем зато сдать целый квест берем передаем разбитую и целую джельки все еще один квест закрыл кровь войны часть 2 а четыре штуки диз топлива присадка еще одну на дно рыть но ничего это вопрос времени секрет успеха это книги до одежда часть 1 тех но тоже развязка шить не тужи часть 3 а вот здесь мы застрянем пацаны целый бронежилет у меня есть мне его давали по квесту за награду в качестве награды за квест а вот раздолбыша вообще нет ни одного прикинь либо если он появится под миллион наверно будет стоить если не дороже но есть какой-то шанс конечно выпадение этого броника с заводских там шанс небольшой так что пока по ходу мы притормаживаем на этом квесте но ничего это не самый последний квест есть еще чем заняться в любом случае если где-нибудь под руку попадется то обязательно найдем его применение а может быть заводских посчастливится староканить передаем пока только целый вот и вся любовь барахольщик на третьем уровне открывает нам новый ассортимент дополнительный точнее ассортимент плюс некоторые предметы подваливает на обмен и у терапевта я 32 уровень апнул пока выполнял квест а теперь терапевт можете меня поздравить максимально прокаченный торговец маленькая часть большого плана выполнена один из торговцев у меня прокачан до максимума вот так вот у остальных торговцев практически у всех уху видеокарту кстати передадим сразу у остальных торговцев практически у всех уже нафармлена лояльность до максимального уровня кабинет химии если я выполню квест то смогу позволить себе закрыть два квеста кабинет химии и садоводство часть 4 с видеокартой давай большой мешок берем сходим еще в один рейд пошли развязка вечернее время в ночной ряд сходим набиваю просто мешок и разгрузку добром и домой короче цель текущего рейда чисто пошататься по локации собрать как можно больше хабара постараться его вынести ну и попробовать добить пятерых диких всего пятерых не осталось из 25 по квесту для барахольщика чтобы нет когда-то так апп мчс выход у меня значит я ого ого я под развязкой давно меня не спаунило тут ночной ряд выдвигаемся утренний у меня уже не вариантом 8 9 вечера воевать особо не хочу хочу копить деньжат и постараться поставить биткоин ферму я добротно так вытащил почти половину необходимых штук 6 или 7 я вынес как раз этих самых как и фамилия кулеров процессорных из-за кепки не одевай точно в общем вынесу деньжат продам то что сегодня сегодня говорю сейчас все это в этом рейде найду все это продам поторгую посмотрим что получится по деньгам если все будет окей то поставим биткоин ферму варится будем потихоньку подходить к моменту пассивного дохода когда ты входишь в игру у тебя уже там миллион просто с неба бам чисто за счет биткоин фермы тут же есть пару тайников вкусных проходить мимо не будем это точно обязательно проверим хочу надо не надо потихоньку набиваются карманы что у нас есть нет сигареты только заберу союза баллон сигареты беру всегда почти если есть свободная ячейка под них не заняты пять пачек союза баллона я вымениваю на хороший автомат к 74м мне нравится этот автомат тем более когда прокачаны все торговцы можно модулей не так дорого покупать собирается автомат оружие такой добротные сборки не очень дорого с парадки подниматься не буду там не очень интересно стемняков могут наблюдать наверно здесь с этого эскалатора поднимусь какой он тут служебный не служебный парковочный нет вряд ли он служил дает с парковки видать вот и в аккурат выйду к кассам идеи а вот здесь помещение слева есть здесь головные уборы спаунятся если ушанки там еще что-то по квесту надо найти в в этом в рейде заходите вот допустим кипарик заспаунился головные уборы здесь спаунятся ну и конечно по этим самым как вы видели по манекенам по манекенам смотрите у них на бошках тоже спаунятся ушанки я по моему видел спаунятся тоже кобойская шляпа то здесь дикий здесь и он на кассу двинул здорово ты там не нужен был все есть чуть-чуть и шмальнул бы показывай чем богаты респиратор распирать я теперь сомневаюсь я по-моему собирал распираторы или не собрал у меня вот теперь сомнения я был уверен на сто процентов чтобы ковбойская шляпа у меня есть а казалось что нет казалось что только одна есть чаек но пойдет чё свала еще один точно а тут твой кори фан или чё ладно быстро разберу тогда попробую свалить если это не друзья то я успею на складскую территорию стараканницу вектор нифига себе пацаны вообще ребята нет он здесь я не успел значит друган его раз пришел конкретно сюда хотя он видел куда я уходил может ну держите меня семеро убил все таки я его украши адреналин подскочил забираем забираем все и быстро валим нафиг отсыдого от сэдова от эдова о мы вектор сможем в тв перекинуть там квадратные ячейки есть третьего нет он бы подскочил он бы не дал если этот подскочил сразу же винторез оказывается у него не вал если этот сразу же подскочил и не дал залутаться блин где вы находите этот хабар у одного мешок наполовину полный у второго эти пацанчики скорее всего стэдс прискакали да с той стороны с черного входа зашли видимо административку идеи под фару ебар с д4 кулера не пацаны ну все тут уже надо домой педалить это точно что там у нас так и знал глушитель не разрешает да сюда его а теперь чё а магазин точно барабан об сюда теперь мы можем и винторез забрать шину патроны чё там у тебя с по 6 не нафиг я все равно с этой пушкой не играю по крайней мере пока пойдет пойдет где сейчас на выход как пить дать хирургический набор не взял как я все разобрал все разобрал хирургический набор не взял хотел еще взять блин забыл вот сейчас бы руку пришить крайне желательно было бы не все я тут больше делать мне нечего я тогда перезаряжаю магазин и все пошел на тэц выходить я надеюсь что они именно оттуда прискакали я сейчас там выйду на машине так подожди 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 сожрет шут место освободим так разгрузку немножко буквально в чувство приведем верхнюю свою тритон все здесь все в порядке цинды вот так вот во ништяк сейчас сюда перекладем все переложим то есть в рюкзак отлично это вот нет не бот нас еще один чувака по железу где там только по контейнерам ходить агона до кого там руки трясутся капец пошел ты в жопу а я на выход полцентнера добра выносить надо каким-то макаром что тогда через улицу через улицу если мы пойдем то пойдем я боюсь что он меня услышит если я через идею пойду сейчас надо было уже его либо пропускать не стрелять но руки вы зачесались от трясет руки рука то отвалена не устоял не удержался решил что и третьего подстрелю но было бы классно еще третьего подстрелить конечно чего что говорить хотя мне уже больше то складывать некуда выкинуть конечно можно сухпаевым порох то что дешево стоит горошек чаек ну значит план будет такой раз на то пошло я выйду тогда на парадке вот тритончик немножко разгрузил выйду на парадки и из парадки пойду на тэц через через улицу не через помещение не через здание фиг его знает чё там у него на уме да у этого чувака может он там сейчас засядет и будет ждать а если это его друзья тут поначалу были хотя в чем я сомневаюсь но все равно есть такой вариант если это были его друзья то он может запросто где-то засесть там засаду и выжидать пока я пойду через его сторону фиг его знает он бошку сломаешь пока продумаешь все эти ходу ладно есть простой но по-моему неплохой план просто обойти здание через боковую сторону и пойти на тэц и просто уехать отсюда на машины ящики не смотрел же этот смотри как нутром чувствовал что здесь не надо было заходить с парадки до а Я тоже понял, понял. Умер вроде. Вот тритон я бы у тебя стараканил, братишка. Вот так вот. О, и тут разгрузка. Занимает 3 ячейки, но вмещает 4, ой, 4 говорю, занимает 6 ячеек, ну вы поняли про чё, да? Занимает 6 ячеек, но на 8 вмещает ячеек. Надо сожрать, это на суда и горошек соберу домой. О! Вкусно, тут ещё тайник, а машины опять нет. Твою мать, чё за невезуха? Ну у меня мешок уже полный. Нет, я таким барахлом разбрасываться точно не буду, я тогда пойду на МЧС. Настолько компуктеры попялись. Их же никто нет, а, нет, если эти братки тут... Да, открыто было. Открыто, открыто, значит эти парни точно отсюда пришли. Ну да, полки пустые, хлам не забрали, картотеки вскрыты. На вам, отвлекающий манёвр. Куртки открыты. Ну, тогда то же самое дело. А вот ящик не открыт, смотри. Пропустили один ящичек. Болты, например. О, болты сейчас 1025, может стоят. Одна ячейка на 25 тысяч. Благото. Смотрим ещё раз здесь два этих самых... Ух, устал уже. Ящика. Блин, зря я этот рейд пошёл. Хе-хе. Ладно, всё что-нибудь делается. Всё к лучшему делается. Ничего не зря, нормально всё. Зато добра как вынесу. Как биткоин-ферму себе построю. Как рич-бич стану. О, тоже вещь стоящая. Ну и классика. На катушке посадят плоскогубцы. Забирают тайничок, который тут в кустиках у нас. Музыка. Во как! Гранату на сюда. О. Как раз чайку вжахнем и место появится. Всё, хорошо. Я пошёл тогда на МЧС. Там последний тайник от «Края нет», открою и домой. если получится выйти еще из этого рейда то вообще а Рип-стоп. О, бастион. Класс, забираем. И АП патроны хорошо стоят. Всё, Джон домой. Маячит, маячит фонариком. Да, был бы день, я бы тебя увидел бы и подстрелил бы, возможно. Но это ночь, поэтому ты живёшь, а я иду домой. Забыл вообще про квесты. Можно было бы ещё маяки взять, микроавтобусы подсветить. Но это уже усталость сказывается, надо завязывать. Одного юсека бомбанул. Мне остался всего один юсек, и я смогу приступить к квестам от миротворца. У миротворца классные квесты на разных локациях. Скоро-скоро всё будет. Идеальный просто ремонт от прапора за 20 тысяч рублей. Единственное, что пошло сегодня не по плану, это два химконтейнера, которые я вынес с рейда. Забыл сдать лыжнику. Вышел следующий рейд и погиб с этими контейнерами. Придётся ещё раз идти забирать их. Ну и биткоин-ферму можем ставить смело. 11 целых кулеров я нашёл. Всего 4 штуки, мне нужно докупить. И строительство 30 часов займёт биткоин-фермы. Пойдёт, пойдёт. Ну всё, господа и дамы, хватит на сегодня Таркова с меня. Хороший получился денёк, неплохо так подфармился. Перевыполнил даже, я бы сказал, план. Надеюсь, выпуск вам понравился и было интересно посмотреть. У меня всё. Всем удачи. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»